Дорогие товарищи, ну что же, с нами сегодня вновь Николай Николаевич Миклуха-Маклай, а ведь он находится в далеком путешествии, и сейчас, Вячеслав Александрович, он же там, на той стороне, как говорится, экватора, с другую сторону, говорят, что даже по слухам в Австралии. Сам руководитель Центра изучения Южно-Техоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук, а также, конечно же, основатель и директор фонда имени Миклуха-Маклай. В прошлый раз мы связывались из Попуа-Новой Гвинеи, к нам выходил на связь Николай Николаевич, потом нас прервали, я надеялся, что это было не копье, влетевшее в оборудование, да, вот, но Николай Николаевич отозвался, сказал, что все в порядке, просто связь шалит, а сейчас он перебрался через речку, немножко отплыл, да, и обосновался в Австралии. Николай Николаевич, по московскому времени доброе утро, ну, здравствуйте. Здравствуйте, очень рад вас слышать, действительно, копье в меня в тот момент не попало, и хорошо, что мы с вами связались, потому что можно же напугать слушателей, новости, это всякие разные выходят про попуасов, и некоторые читают книги Миклуха-Маклайча 19 века, думают, что у них все так же, и забывают, что, конечно, мир движется вперед, и жизнь движется вперед, и сейчас в тех деревнях, где, а в деревнях проживает очень много, потому что 87% практически населения из 10 миллионов, в деревнях, в которых раньше работал Миклуха-Маклайча, где жил, сейчас там есть школы, и практически во всех деревнях есть школы, и это позволяет, вы знаете, получать неплохое образование достаточно, ну, а это уже позволяет нам быть спокойным, что они, по крайней мере, знают, что копье вначале нельзя кидать, нужно сначала поздороваться, а уж дальше решать. Да, сначала поздороваться, а потом копье, если что. Друзья мои, ну и сегодня, поскольку у нас 1 июня, мы так решили поговорить сегодня о детях Попо-Новой Гвиней, да, и как там вот устроено у них, у попуасов, скажем так, воспитание, да, подрастающего поколения, и несмотря на, может быть, смешки, которые вот Владислав Александрович сейчас купирует в себе мужественно, да, может быть, дорогие товарищи, давайте не будем смеяться, нам стоит каким-то вещам и поучиться у товарищей попуасов, правильно? Может быть, какие-то вещи интересные, с точки зрения педагогики и воспитания. Николай Николаевич, ну, вам карты в руки, как там у них все это устроено? Да, ну, начну с того, чему можно поучиться у них. Я должен сказать, что количество гаджетов и компьютеров в деревнях катастрофически маленькое, и несмотря на то, что интернет стал многим более доступным, трудно получить информацию. Так вот, они что делают? Они читают. Очень-очень много читают и запоминают. Я помню, недавно было такое исследование, когда говорили, что в советское время каждый школьник помнил по 50-60, а может, и больше даже телефонов. А сейчас спроси, некоторые свой-то не знают. А тафирует. Приятно посмотреть, что вот этот момент, что у них нет достаточно хорошего интернета и компьютера, позволяет им отличаться от нас, что у них все держат в голове и очень хорошо развивают свою память. Начать надо, наверное, все-таки с самого начала, что их образование, оно идет на английском языке. В стране 867 языков, и достаточно было бы сложно на каждом вести занятия. Поэтому приняли следующую ситуацию. Они получают образование и ведут любые дела в последующем на английском языке. У них есть свой язык Токписин, Хирамоту и свои уже языки, которые относятся к племенам. И их, как я сказал, 867. Ну, а дети, вы знаете, с самого начала, это помощники в семье. Я буду говорить о тех, кто сейчас проживает в деревнях. Их тотальное большинство. Сельским хозяйством они заняты. И, конечно же, обязательным образом с самого первого момента они помогают, если мальчик, то папе, если девочка, то маме. Так, Николай Николаевич, тут важно разобраться. Да, Николай Николаевич, тут важно разобраться. Давайте, в каком возрасте мальчик или девочка уже может помочь с кокосом своим родителям? Вот в каком возрасте? Вы знаете, с 5-6 лет они уже лазают по пальмам. Но я вам должен сказать, что основной, конечно, именно сбором кокосов занимаются где-то ребята с 10-8 лет. Они очень лихо обхватывают пальму ногами. У них есть веревка такая. Или же, соответственно, это сделано в листьях. Или же, действительно, уже из веревки. И буквально несколько секунд они уже наверху. Били кокос, подобрали, очистили, и все, можно есть. Но вы знаете, есть еще одна опасность. Дело в том, что перемещаясь между деревнями по тропинке, я не раз видел падение кокоса в двух метрах, в метре от меня. И все время удивлялся, как так? Ведь это же опасно достаточно. Но я вам должен сказать, что они тоже как-то спасаются, несмотря на то, что кокосы иногда падают. А вы представьте, падающий кокос с 15 метров. Неприятная вещь, если он попадет по голове. Начинают они рыбачить с самого раннего возраста. Ну, как рыбачить? Берут просто на рыбалку. Там есть такая каноэ, пройти, а еще и перевернуться. Не поверите. Я ходил до острова Кабильбиль, и поскольку я был один, мне сказали, слушайте, давайте мы... Мы сели в каноэ, соответственно... Так. Вот, видишь, чудеса связи. Возвращался. Владислав Александрович. Во время нашего путешествия все время бурили ребенок. И опять рыбал. Сейчас слышите меня? Да, да, да. Николай Николаевич, видите, какая ведь история-то получается. Что у папуасов, что у австралийцев. Дрянь связь-то, дрянь. Как будто пролетают кокосы, знаете, вот такие паузы. Вот ровно на... А сейчас слышите меня? Слышим. И сейчас слышим, да. Но вот думаем-то о другом. Думаем о том, что почему бы тогда папуасам, в принципе-то, если так вот логически, да, бульк и все, да, не придумать... Вот, вы знаете, ну, как бы каску. Ну, это же элементарно, да. Если у вас постоянно кокосопад происходит, правильно? То есть вы идете, а с 15 метров вам на голову... Вы, Владислав Александрович, держали в руках кокос-то когда-нибудь? Ну, держал, конечно. Ну, что вы, не держали кокосу? Но он сколько весит-то? Килограмм? Не, килограмм. Килограмм-то. Ой. Вот, видите, как хорошо, да. Сейчас свяжемся еще. Вот. И, конечно, в этом смысле надо придумать первым делом шлем, а не надеяться на то, что на тебя в следующий раз не упадет кокос. Вот, да. Ну что, Николай Николаевич Миклух Маклай пытается с того света выйти к нам на связи. Имеется в виду Австралия, конечно. Да, Николай Николаевич. Сейчас свяжемся. Вот буквально вот... Хорошо, хорошо. Буквально еще чуть-чуть. Нас слышно? Да, Николай Николаевич, мы тут. Николай Николаевич, да. Это все вот кокосы ваши. Вот договорились. Да, может, упал все-таки, да, все-таки. Не упал, а не пролетает. У меня в чем дело. Да, вот у меня ощущение, что Николай Николаевич шел по тропинке. Да, слышим вас, Николай Николаевич. Вот, слышим, слышим, да. Я уже тут. Вот, Николай Николаевич, так вот напомню... Лезут дети. Да, нет, про кокосы мы поговорили, да, а вот вы плыли в лодке. Вот вы в лодке плыли, которая может перевернуться. Перевернулась или нет? Вот мы заинтригованы. Слушайте, перевернулась. Мало того, что перевернулась. Вы не поверите. То есть все, все телефоны, все промокло. И я еще этот момент даже успел заснять. Одна только радость была, что мы подходили к берегу. Я понимал, что уже расслабились мы, и она очень легко перевернулась. А вообще, чтобы вы понимали, это очень узкая каноэ. То есть она шириной, но, скажем так, человек выше 70 килограмм будет себя чувствовать дискомфортно. То есть там нужно держать баланс. А мы были спереди гребец, я посередине, еще и ребенок. Вообще каноэ для одного человека. Но мы, понимаете, не было у нас только каноэ или в одну. Вот таким образом дошли, а когда уже шли обратно, вот и перевернулись. А ребенок-то был рядом не случайно. Я говорю, ну что вы ребенка-то берете с собой? Он говорит, так и учится. Смотрит, как мы делаем. Смотрит, как он живет. Таким образом и обучается. Вообще, мне, знаете, когда я был в предыдущей экспедиции, мне сказали очень хорошо, вот потомок того попуаса, который встретил Миколуха Макая, как вы традиции сохраняете? Говорит, вы знаете, наши дети живут вместе с нами. Так вот они не просто живут, они участвуют полностью во всех процессах, все время рядом. И когда наблюдают, ну, конечно же, в детском возрасте у нас память-то работает невероятным образом, как компьютер записывает все. Вот таким образом они и обучаются. А дальше уже распределяют свои обязанности. Обязанности очень четко распределены. Есть, что может делать женщина, есть, что нет. Ну, по крайней мере, в том регионе, где я работаю, который изучал. А давайте, Николай Николаевич, а что не может делать женщина? Вот давайте, это очень актуальная тема. Что она не может делать? Потому что у нас может делать все. Может водить локомотивы, летать, писать, плясать. Наши женщины могут все, конечно же, абсолютно. Вы знаете, я скажу вначале, что может. Ну, во-первых, обязанность ее носить воду. Это, кстати, так же, как и в России, в Карамысло, если помните. Обязанность ее готовить, обязанность ее следить за детьми. И женщина никогда не будет ходить на охоту, никогда не будет ходить на рыбалку. Женщина никогда не будет строить дом. Все этим занимается полностью мужчина. Тяжелая работа. Также иногда она не может выращивать некоторые культуры, связанные с английским хозяйством. Этим в основном занимаются мужчины, скажем, в тотальном большинстве. Потому что это достаточно сложно. Нужно посадить там, специально палку вбивать. Потом уже сажать. Это процедура как бы женских рук. И я вам такую вещь скажу. Вот интересно. Некоторые моменты, если уж мы перешли от детей, а все-таки дети, тоже немаловажно. Но вот я хочу вам сказать, что я описал про организацию. Уникальная возможность, которая мне была предоставлена. Ни один день я это делал. Это посвящение мальчиков мужчинам. И тайны эти не раскрываются. Ну, некоторые тайны мне были открыты. Я вам не имею права. Все тайны до публикации научной моей. Но скажу такую вещь. Вот интересно. А чему учат, если кратко сказать? А вы знаете, учат быть хорошим человеком. Я еще раз переспросил другого. Говорят, учат быть хорошим человеком. А что, вот какие моменты? Говорят, вы знаете, например, ты идешь хранить обязательно семью. Я говорю, а можно ли иметь вторую жену? Они даже не поняли вопроса. Ни в коем случае. Вы что? Только одна. Мало того, когда охотник приходит в хижину. И если жена спит, он никогда не должен заходить в дом. Потому что жена без ребенка. И он может их разбудить. Он остается спать у хижины. То есть, сохранение вот этих вот семейных своего дома. Николай Николаевич, а как понять, подходя к хижине с охоты, например, с тетеревым, да, или с кабанчиком на спине, значит, или в джипе, понять, что жена спит? Как это понять, не входя в дом? Вы знаете, ну, как у любого охотника, можно послухать в хане. Слышишь ровное, значит, спит. Слышишь неровное, значит... Не спит. Да-да-да. Слушайте, ну, вот маленькая заметка. Да, смотрите, женщина, только женщина должна носить воду. То есть, вот, когда видишь, например, мужчину сейчас вот у нас, да, с этими баклажками из магазина по 5 литров, вот он тащит там 2 или 4 банки. Значит, гвоздь вбить не может, потому что вот он, видишь, обабился. Шутка. Да, значит, за 30. Значит, Николай Николаевич, а возвращаясь к детям, да, и вообще к женщинам и к кухне, есть ли у папуасов, как говорится, вот кухня? Потому что вы, как бы, описали весь процесс, залез на пальму с веревкой, быстренько оттуда кокос сбил и съел его, да. А вот что-то они готовят, что нам, как бы, это сказать, российским гражданам может показаться интересным, да, и вот понятным и вкусным с точки зрения вот рецепторов наших. Ну, берем мы сам кокос, разбиваем его, выпиваем молоко или же выливаем его в сосуд. Дальше внутреннюю часть, это содержимое, его специальным скребком вышкрябываем, я, наверное, надеюсь, есть такое слово у нас, и получается вот такой очень хороший соус. Этот соус мы добавляем и на нем варим, например, курицу, курица бегает. Вы знаете, вот есть сейчас такие курицы, которые называются, они дороже стоят, потому что они не в клетке. Так вот там все такие курицы, которые дороже стоят, никаких в клетках нет. Они поймали курицу и ее, соответственно, приготовили. Курица там есть, там есть даже домашнее животное в виде кошки, что я в этот раз увидел, очень хорошее такое домашнее животное. Готовят они это все с этим соусом, это отличительный черт. Вы в каком смысле, Николай Николаевич, в каком смысле хорошая кошка? Сытная или как? Нет, а приятная на ощупь. Было приятно гладить после обеда. И, значит, берем ботат. К примеру, ботат очень такой, или свитка, он у нас есть. Я вам буду говорить то, что мы можем приготовить в России. Покупаем ботат, его варим, это такое, как репка немножечко. Все это дело кладем, смешиваем немножечко курицы. И когда мы начинаем есть, это безумно вкусно, потому что, во-первых, это кокосовый соус. Во-вторых, ботат, он, несмотря на то, что очень быстро насыщается, для этого не тяжелый. И может есть, ну, много не съешь, тоже экономия во всем. Вот. А я вам должен еще сказать, как я поймал октопуса, осьминога. Я же еще охотник, вы же помните? Да. Вместе с детьми практически это было, да. Вот мы, значит, вышли на вечерний дайвинг. А вечерний дайвинг, нам просто надо было умыться. С одним из моих друзей Тедом его зовут. Имена некоторые, обратите внимание, у них не папуаски, а очень многие имена стали... Они заимствуют. У них есть такая особенность, они берут имена с разрешения, если они с кем-то встретились. Можно ли взять твоими? Можно. Вот, например, один из детей там с именем Николай. И, поверьте, это, как знаете, у нас шутка есть такой. Я к этому отношения не имею. И почему? Потому что они берут это с целью того, чтобы сохранить, продолжить уважение. Я вижу ваш смех по этому поводу, но я думаю, радиослушатели тоже есть такая у нас шутка. И после того, как мы плывем, видим, что-то буквально 10 метров, не больше, отошли. Видим, что-то переливается. Ну, понятно, что это осьминог. Моему Теду, понятно. Мне это было непонятно. И тут он, значит, поднимается из воды и кричит. Дети бегут, сразу же приносят копье. Я забираю это копье. А копье – это металлический пруд заточенный. Есть копье, которое действительно сделано, а дальше уже бамбуковое копье, древцо такое. А дальше уже металлический пруд обрезан, как конечник заточенный. А есть полностью иногда бывает, как арматура, извините, от строительства. Они берут современные какие-то элементы. И, значит, мой друг Теду его ловит. А он запрятался и вонзил у него копье. Этот октопус, значит, осьминог выпустил огромнейшее черного дыма, что вообще ничего не было видно. Ну, мы там разобрались. Как-то, когда вытащили его, это было, извините, ну, вот как в полуроста человеческого. Да вы что? И он огромнейший был. И как удобно, понимаете? Ну, извините, эта охота, она разрешена. А что есть? Николай Николаевич, я, во-первых, маленький комментарий. Во-первых, выпустил он облако пыли, это дыма, копоти, значит, слишком поздно. А во-вторых, слушайте, а это ведь... Вот скажите, пожалуйста, осьминог-то, он это опасная зверюга. Он может, например, кусаться. Вот, если ты... Вот он выиграетесь размером с половину человека. Он может вам, например, руку перекусить своими этими? Что там у него? Вы знаете, я знаю точно насчет опасности, вот такое не знаю. Знаю только, что осьминог – уникальное существо, которое очень умное. Дело в каждом щупальце, у него находится мозг. И он абсолютно отдельным образом работает друг от друга. В каждом. И вот этот момент, конечно, я не мог объяснять, что здесь мозг, поэтому мы не можем. Это охота, которую, ну, традиционно должны были сделать. Тем более, что... Да-да-да. Николай Николаевич, ну, давайте мы... Давайте мы наш разговор, да-да-да, наш разговор продолжим в следующем нашем включении. Даже боюсь представить, где вы будете через вторую неделю, через две. Да-да-да. Но вот, товарищи дорогие, те, которые любят осьминогов кушать, там, в ресторациях или еще где-то, и кто кушает щупальцев, вы понимаете, что вы делаете? Вы мозги больше у человека кушаете. Ну, не у человека, а у этого осьминога. Николай Николаевич Миклух Маклая, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, с его заметками из путешествия, которое прямо вот сейчас продолжается там, по ту сторону экватора.